добрый день дорогие мои друзья сегодняшнее наше видео посвящено тому как не сделать ошибку при выборе ткани и начнем мы рассказ о том как я испортила клиенту платье женщина в то это было в то время когда у меня было свое ателье я частенько ездила с своими клиентами в ткани чтобы посмотреть что-то выбрать для них подходящее было лето было жарко и вот мы приехали в ткани увидели такой холодный холодную трикотажную вискозу она была довольно плотненькая не мялась и на белом фоне там были большие крупные рисунки в классическом стиле гжель русском таком и самым крупным был такой рисунок в виде сердца мы тогда купили эту ткань принесла ее в ателье раскроили сметали одели она смотрит на себя в зеркало и говорит галина леонидовна вот это мне совсем не нужно и показывает на то место где у нее расположился вот этот вот крупный рисунок что характерно на спинке была такая же картина вот представляете каково было мне я конечно сразу же с ней согласилась потому что спорить здесь совершенно бессмысленно это была моя ошибка кончилось все хорошо из ее большого платья я сшила себе платье поменьше а ей я купила другой материал вот так вот прошу вас не повторять мои ошибки и прежде чем купить какую-то ткань магазине надо ее хорошо рассмотреть а главное понять на какое место попадет самое яркое пятно и будет ли это нас устраивать и так выбирая ту или иную ткань для нашего задуманного платья мы с вами должны понимать какие-то знать какие-то определенные особенности давайте поговорим о главных из них и так если ткань у вас имеет однотонный рисуночек то есть она однотонная помните что во первых в однотонной ткани в изделиях из однотонной ткани вы будете всегда более элегантны то есть это уже дает вам какой-то вот такой вот ну плюс что ли я не знаю в вашем выборе но если вы вам понравилась ткань которая не однотонная который имеет какой-то принт какой-то рисунок прежде чем купить ее вы должны очень хорошо подумать и вот об этом сейчас мы с вами поговорим значит наши ткани с рисунком они как могут иметь повторяющаяся часть рисунка которая называется рапортом яркий пример такого рисунка это клетка или полоска полоска все вы знаете как и ткани в полоску тут говорить даже нечего клетка она бывает маленькая бывает средненькая бывает крупная бывает очень крупная и наконец цветочный какой-то рисунок он тоже может повторяться и он тоже будет иметь свой принт и будет иметь свой раппорт так вот величин раппортом называется повторяющаяся часть рисунка его величина может быть от 0 5 до 150 сантиметров и нам всегда нужно понять сколько ткани нам купить если рисунок имеет повторяющуюся часть то есть так называемый раппорт вообще существует такой как бы стандарт небольшой шаблон что ткани нужно покупать расчетное количество о том как это рассчитать мы как поговорим с вами в конце и прибавить еще одну величину рапорта потому что вы прекрасно понимаете что наше платье или наше любое другое изделие оно имеет ценность только тогда когда все клеточки полосочки мы с вами сумели подогнать вот в этом месте мне хочется вас предостеречь и сказать вам следующее если вы в магазине решили купить какое-то изделие будь то пальто в клетку или полоску допустим платье тельняшку блузку прочее прочее и вы обращайте внимание сразу же на боковой шов если по боковому шву у вас это клеточка эта полосочка не подогнана значит я хочу вас предупредить пожалуйста отходите от этого изделия подальше потому что производитель не побеспокоился о том чтобы подогнать рисунок ткани значит качество этого производителя сами понимаете какое и я не я не думаю что вам вам хочется покупать вещи вот такого вот некачественного производителя потому что наряду с этим там могут обнаружиться и совсем другие неприятные недостатки как правильно выбрать середину спинки середину переда или вытачки если рисунок имеет рапорт и немножко поговорим прежде всего о ткани в клетку вот перед вами довольно известная личность я специально закрыла ее лицо чтобы не переходить каким-то конкретным именам да но обратите внимание она в костюме в клеточку это у меня вырезка из журнала я показываю часто эту картинку на своих занятиях очных девочкам для того чтобы сказать как делать не нужно обратите внимание на брючки по боковому шву рисунок ткани в клеточку но по боковому шву никто не потрудился его подогнать это уже очень плохо это мало того второе посмотрите ткань в клеточку обратите внимание на лиф на блузке или на жакете вот этой вот на нашем там и кокетки там и карманы накладные там и планка по косой и манжеты и воротничок одним словом множество 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 разных мелких деталей которые собственно наличие которых собственно говоря и закрывает весь тот приятный рисунок клетки которые создали художники куда я клоню обратите пожалуйста внимание на это вот так делать нельзя когда я была маленькая и мне попадала в руки ткань в клетку я любила ей поиграть примерно так же как сделали это сейчас дизайнеры которые придумали вот такую вот блузу нашим брючком в этом костюме то есть я планочку делала по косой я кокетку делала по косой я манжеты могла сделать по косой какие-то кармашки накладывала и таким образом я разбивала тот красивый эффектный рисунок который создает художник я его мельчила я его дробила и я его по-русски сказать просто убивала и к сожалению сегодня я могу замечать это часто часто и часто довольно на своих коллегах даже самых хороших умных и грамотных когда они покупают ткани с принтом ведь мы говорим не только о клетке принтом может быть любой цветочный рисунок например голубой яркий фон светлая полоса голубого материала рядышком на нем расположена полоса белых ромашек вот представьте такую картинку да просто это тоже еще один пример из жизни из моей из моего опыта и вот моя коллега она делает из такой замечательной ткани летнее платье где драпирует его делает его асиметричным и я смотрю там очень сложный крой так интересно она показала свое мастерство но когда от меня она отошла на расстоянии 2 метра я никакого мастерства ее уже не вижу никаких сложных драпировок я не вижу потому что из такой красивой принтованной ткани она превратилась но в пестренькое какое-то вот бело-голубое вот такое вот облачко то есть это было совершенно бессмысленно если бы она выполнила сложный крой сложные драпировки асимметрию из однотонной ткани мы бы восторгались мы бы все это видели это было бы оправдано а когда мы начинаем мельчить дробить вот эту вот ткань резать ее мы убиваем тот рисунок который создали художники пожалуйста при выборе ткани обращайте на это внимание чтобы в вашей истории этого не получилось я еще немножечко поговорю об этом в следующем кадре а пока вот обратите внимание на то как делать не нужно чтобы закончить разговор о нашей клеточке я считаю что имеет смысл поговорить о том что можно делать что нельзя вы уже поняли из этого рисунка что можно когда я сталкиваюсь с такой тканью я предпочитаю решать свое изделие прежде всего на форме своего изделия на форме вот этой на форме изделия а сам крой делать минимально простым ограничиваясь примитивными нагрудными если нужно талиевыми выточками для того чтобы уменьшить количество кокеток рельефов каких-то карманов еще декоративных элементов чтобы клеточку показать во всей своей красе и вообще имейте в виду что если вы выбрали для себя допустим черно-белая красная клетка вам очень понравилось как ее нужно использовать никогда не используйте ее в изделиях от плечиков до самого пола то есть брючный костюм или очень длинное платье к клетке явно будет перебор она очень активна вас за этой клеточкой будет совсем не видно а что нужно было бы сделать клеточка должна быть тазирована присутствовать на вашем на вашей фигурке например черные толстые колготки плотные какая-то черная водолазка и вы надеваете юбочку из этой клетки выкроенную по косой она оплекает красиво ваши бедра и она на фоне общего черного та же самая клетка черно-белая-красная она присутствует обязательно в вашем фоне она делает вас очень привлекательной и выглядит очень дозированно и очень достойно роль такой юбочки такого небольшого количества клетки может играть жилетка маленький черненький маленький сарафан в клеточку ну и все что вы придумаете маленькое какое-то платье это тоже все будет замечательно хорошо и успешно но никогда-никогда не дробите клеточку и показывайте всю ее красоту целиком а вот для того как расположить выточки как это все правильно расположить на ткани для того чтобы у нас эта история решилась об этом мы поговорим в следующем кадре итак перед нами клеточка прежде всего вам нужно обязательно перегнуть свою ткань для раскроя пополам так мы заботимся о подгонке рисунка вот к чему речь идет мы вам нужно перегнуть ткань свою пополам таким образом чтобы сгиб вашего вашей ткани оказался по серединке раппорта вот посмотрите внизу написано слово верно то есть именно по серединке а справа написано неверно вертикальная полоса то есть если вы перегнете свою ткань для раскроя готовя ее по границе одного раппорта и другого раппорта то левая половина спинки не будет похожа и идентична с правой с половиной спинки то есть рисуночек у вас пойдет уже не симметрично так же неверно если вы как попало перегнете свою ткань где-нибудь не по серединке а вот так же справа написано то же самое вы разобьете ваш рисунок потеряет всяческую симметрию а стало быть гармонию красоту то есть это сгиб ткани должен строго проходить по серединке раппорта так как нарисовано с левой стороны и написано слово верно точно так же это же правило относится и к выбору середины вашего изделия спереди например вы шьете жакет и впереди у вас будут пуговички или молния какая-то застежка и вы должны будете сделать выбрать серединку так вот это будет тогда верно когда вы опять эту серединку нарисуйте строго по серединке вашей клеточки по серединке самого яркого пятна самого заметного какого-то пятна с тем чтобы какой бы ни был у вас полузанос короткий или длинный у вас потом рисуночек будет плавно перетекать с левой половиночки на правую половиночку и никакая клеточка не разрушится была у меня история в жизни когда роль клетки играл горошек горошек сантиметра два наверное белый оранжевый горошек на белом фоне я сделала так край борта выбрала конечно серединку по серединке горошка что у меня край борта на правой половинке заканчивался половинкой горошинки и он переходил и соединялся с такой же горошинкой на левой половинке и горошинка становилась целой и вот эта блузка имела большой-большой успех не потому что она была сделана как-то уникально она тоже была очень простой но Катя моя приятельница и клиентка говорит Галь никак не могу эту блузку выбросить потому что говорит вот он ее не оденутанд а почему она получает комплименты Да только потому что осознанно у кого-то у кого-то совершенно не осознанно на подсознательном уровне у нас у каждого сидит ощущение того что хорошо что плохо ощущение как у чего-то прекрасного какой-то красоты. И вот когда мы этот рисунок разбиваем, это ощущение теряется. А когда мы его сохраняем, это ощущение сохраняется и вызывает эмпатию, симпатию какую-то. И, естественно, человеку хочется любоваться и говорить вам комплименты. Но я опять ушла немножко в сторону. Давайте все-таки вернемся к нашим выточкам. Значит, еще раз вывод. Середина спинки обязательно сгиб без шва. И середина передней половинки обязательно по серединке рапорта. Середина спинки и середина передней половинки выбираются строго по серединке рапорта. Также строго по серединке рапорта выбирается середина любой выточки. С левой стороны посмотрите, что хорошо, а с правой, что плохо. И вы сами уже понимаете, что если вы выбрали серединку, за этим надо четко следить. Наклонных выточек тут быть уже не должно в клетке. У вас потом по сторонам при соединении, при выполнении этих выточек все рисуночки будут являться продолжением. И все ваши выточки будут абсолютно-абсолютно не видны. Вот, пожалуй, и все, о чем мне хотелось бы сегодня поговорить. Но это касается только части наших принтованных тканей, наших принтованных рисунков, а именно вот такой вот ярко выраженной клетки. В следующий раз мы продолжим эту тему, поговорим о цветочном рисунке, о цветочных принтах и покажем, посмотрим еще очень много интересных примеров, на которых вы поймете, что делать нужно и что делать правильно, чтобы быть выигрышными, подавать себя в более выигрышном, привлекательном свете, а что делать совсем не нужно. Вот так. На этом разрешите сегодня закончить. Всего вам доброго. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всегда ваша Галина Коломейко. До следующих встреч.